Путин прибыл в Пекин. Очень многие относились иронически даже к самой идее, потому что, как известно, с начала войны Путина не было нигде. На днях он только посетил одну из стран ОДКБ, а сейчас привел в Пекин для встречи с СИП, по большому счету, хотя они делают вид, что там целый форум, и что там 100 стран участвуют, один пояс, один путь. На самом деле, конечно, встречи только вот этих двух всех волнуют. Ну и, возможно, еще лидеров Индии. Для чего? Для чего они встречаются? Потому что, как мы уже слышали миллион раз, сформировалось ой зла. Что они хотят, о чем они хотят договариваться? Как вы думаете? Ну, скорее всего, Путин поехал за распоряжениями КСИ. За всеми в мире, за всеми сейчас конфликтами стоит Китай, и КСИ ими практически управляет. Это все его дроны. Та же Россия, Путин, это тоже Северная Корея, Ин, это же дроны Китая. Да и Иран, можно сказать, они в основном все вопросы с Китаем согласовывают действия, по крайней мере, по некоторым позициям. Потому что Путин поехал за указаниями. Вот сейчас он услышит эти указания, те, которые ему будут передавать именно КСИ. А, скорее всего, в последнее время мы видели КСИ, были, такая тропку натоптали, ну, весь спектр политиков. А начиная от Киссинджера, предлагая что-то, заканчивая вот в последнее время, по-моему, там и французы даже были. То есть, какое-то сейчас компилированное мнение будет принято решение, и Путину это решение будет доведено. Вова, делаешь вот так. Но, исходя из той риторики, которая слышна, в принципе, и от Китая, и от этой оси зла, они будут пытаться остановить боевые действия украинских войск, предлагая... Ничего нового сподвигать не будут. То есть, стол переговоров, давайте останавливаемся и будем переговариваться до весны, пока Путин перезарядится, и пока китайцы и северокорейцы помогут ему с вооружением для того, чтобы весной дальше двигаться. Мы это прекрасно понимаем, потому ни на какие такие движения никто не пойдет. Но, тем не менее, Путин вот прилетел. Он действительно за последний год, по-моему, был только в Кыргызстане. В Кыргызстане и вот это Пекин вышел из бункера для каких-то действий. Ну, в Кыргызстане попытался поруководить, ну а в Пекине, еще раз повторюсь, получить указания. Прилетит в Москву, мы услышим те указания, которые он получил от Пекина в качестве предложений Путина. То есть, он их проговаривает и будет подавать как свои мысли. Ну и, конечно, он встретился, не мог не встретиться с Орбаном, который тоже... Ну, с одной стороны, вообще, причем Орбан к этому форуму, он все-таки в Венгрии член НАТО и прочее. И Орбан уже приехал, и они встречались и обсуждали, так сказать, будущее, да, там, сотрудничество, особенно в области, так сказать, снабжения газом и нефтью. Но мы всегда знаем, что когда Путин что-то обсуждает, его интересуют две позиции. Деньги и оружие. Оружие и деньги. Ну, вот с Орбаном он обсуждал снабжение газом и нефтью, а также ядерную энергетику, потому что говорят, что они собираются строить ядерные станции в Венгрии. Нет, они в Венгрии уж уже строят. Факш, два энергоблока, это Росатом строит именно в Венгрии. И четыре энергоблока они строят сейчас в Акую, в Турции. Вот шесть энергоблоков. И вроде есть информация, что в Буркина-Фасо или в Мали, они где-то пытаются в Африке также вопрос запустить по строительству атомной станции. То есть атомная энергетика, да, это для Путина важно, потому что как раз даже эти два энергоблока, которые они пытаются запустить и построить, и запустить в Венгрии, это очень большие деньги по поставкам и ядерного топлива, и продаже электроэнергии. Там очень интересная схема по продаже. Там те станции, которые строят Росатом, они сами ее и обслуживают, и поставляют, и поставляют ядерное топливо, забирают отработанные, и продают, за смешные деньги, кстати, продают электроэнергию в стране, в которой стоит эта станция. Вот, допустим, цифра по Турции где-то 3-4 евроцента за киловатт, а это примерно, ну, в одной гривне. То есть если на гривну переводить, то гривна с копейками, не две с половиной, как у нас сейчас, а вот представьте, что такое атомная энергетика. То есть вот цифры атомной энергии, то есть ядерной энергии, чуть больше гривны. Потому сейчас востребовано везде, даже поляки, по-моему, до 30-го года, они уже пытаются прорабатывать схемы постройки ядерных, вернее, атомных станций. И Африка уже пошла по этому пути. То есть такая перспективная разработка. У нас, кстати, есть, у нас есть уран, у нас есть урановые рудники, и уже первая партия урана ушла на Вестингхаус на переработку. То есть вот их тепловые сборки. Очень такая перспективная тема, и я думаю, она была основной, все-таки именно ядерная, то есть атомная энергетика была основной. Газ и нефть – это дело такое. Газ Венгрия может получать из Европы просто, естественно, дороже. А газ мы прокачиваем. И нефть, кстати, мы прокачиваем. На Венгрию нефть идет через Украину с Мозырского НПЗ. Там в районе Мозырского НПЗ стоит нефтеперекачивающая станция. Разделяется два потока дружбы. Это дружба, это нефтепровод. И вот один идет на Польшу сразу с Белоруссии. А на Венгрию идет через Украину. Мы прокачиваем и нефть, и на Венгрию мы уже прокачиваем через себя вдоль этой трубы. Идет еще продукт опровод, дизель, который качает на Венгрию Мозырский НПЗ, перерабатывая российскую нефть. То есть мы в общей схеме до сих пор зациклены. И создаем определенную добавочную стоимость для Путина, практически спонсируя войну против нас же. Большие вопросы есть в экономике, особенно в отношениях с Белоруссией и с Россией, Украиной в том числе. Ну да, очень часто приходится слышать, что мы не можем без российского газа, мы не можем остановить транспортировку газа, потому что Европа не одобрит это все. Но, конечно же, это выглядит противоестественно. Некоторые специалисты говорят, что мы вполне могли бы пойти с украинским газом. У нас его достаточно. Мы уж точно могли не качать нефть и дизель из Белоруссии в Венгрию. Ну вот чего-чего, но это уж точно могли не качать, мы оттуда же ничего не получаем. Мы получаем за прокачку нефти и газа определенное количество денег, чисто за прокачку от венгерских банков. Да, но мы же понимаем, чей это нефть и чей это газ. Чей это нефть и чей это дизель. А вот газ мы действительно могли бы перекрыть, по большому счету. У нас хватает своего газа. Давление в трубе, конечно, может быть, сильно бы не удержали такое, как, допустим, при прокачке российского газа. До Донбасса не докачаем, потому что мы туда не можем газ забросить из трубы, в которую мы можем из Европы качать. У нас нет соединения между Украиной и Донбассом по газовым трубам. Донбасс питается в основном от российских трубы напрямую. Там в Ростовске есть определенные эти трубы. Аммиакопровод идет через тот же Купенск и уходит через Валуйки, с Тольятти на Валуйки, на Купенск и уходит на Одессу. Но он сейчас не используется, там где-то подорван. А вот газ остается таким, в принципе, серьезным продуктом, который мы для России практически качаем на Европу. Если, в конце концов, вопрос возникнет включить реверс, мы можем из Европы наполнить трубу, не докачаем только до Донбасса. Там вопрос по-другому надо решать. Там Донбасс придется переводить на теплоту от энергоснабжения. То есть там это как раз возможно. А мы можем в режиме реверса заполнить трубу и, в принципе, без проблем питать всю Украину из европейского газа. Это единственное, что надо эти уже объемы согласовывать. У нас есть хорошее хранилище газа на западе Украины. Именно хранилище там, по-моему, до 30 миллиардов кубов подземные хранилища, которые могут использоваться для определенных задач. Ну и надо вопросы решать с химпромом. Но у нас газа для химии не хватает. То есть у нас несколько предприятий химоотрасли, которые, по большому счету, ну просто перепродают газ, создавая из них какие-то удобрения, продавая на рынок. Ну это тот же газ, то есть тот же Днепр Азот, тот же Сумской, тот же Одесский, ну то есть у нас Ривный Азот. То есть эти все предприятия, которые, по большому счету, сидели на российском газе, продавая россиянам, по большому счету, газ. Они нам просто не нужны. А эти предприятия в основном либо Коломойского, либо Фирташа. Ну вот ОПЗ сейчас как-то пытается подрестись под себя власть. Это Одесский припортовый завод. А все остальные, это просто этот химпром, который не нужен. Потому если его отключить, то нам своего газа мы можем добывать. У нас потребности где-то 18-20 миллиардов кубов. Мы можем добывать 18-20 миллиардов кубов для своих потребностей. не продавая его куда-то, но для себя мы точно можем это использовать.